почему богатых людей так волнуют деньги разумеется для бедных это необходимость когда заработка хватает лишь на то чтобы не умереть с голоду деньги значит все важны они для среднего класса забота о супругах о детях так уж заведено что все это лежит на плечах его представителей богатым же людям деньги нужны потому что всегда есть возможность стать еще богаче всегда существует более высокая ступенька богатства на которую можно подняться всегда есть какая-то роскошь которую пока нельзя себе позволить желая утолить свою жажду звонка и монеты богачи пытаются покорять все новые и новые вершины богатства они зарабатывают деньги просто потому что у них есть такая возможность и для этого они используют людей стоящих много ниже их по социальной лестнице беднейших из бедных для нефтяных магнатов и суровых диктаторов для королей и королев для дам и господ из высшего общества обычные люди пятна грязи под ногами для маршала картера и дарка богатые люди не более чем муравьи все люди одинаковы независимо от своего положения в обществе бедняки тратят свои сбережения на бесполезные но считающиеся ценными безделушки которые им продает средний класс обычный служащий не применят похвастаться симпатичным колечком которое он приобрел для своей жены а заплаченные им деньги в конечном итоге осядут в карманах богатого владельца шахты точно также излишне доверчивый богач потратит миллионы долларов чтобы заполучить один-единственный уникальный предмет все хотят потратить свои драгоценные денежки на что-то необычное но цена не возникает сама по себе ее устанавливают искусственно бедняки тратят свои гроши на производимый в больших количествах фарфор просто потому что их убедили в том что он ценен аналогичным образом и богатеи убедили средний класс в ценности алмазов хотя в той же африке они добываются в огромных объемах маршал картер и дар пользуются теми же приемами они убедили богачей в том что невозможные вещи бесценны хотя любой уличный художник занимающийся анархическим искусством легко превратить игральную кость в тессеракт общая методика подобных действий предельно проста но для приведения ее в действие крайне важно монополия на интересующем рынке единственный продавец в городе всегда может устанавливать цены по своему желанию разумеется пока он может удовлетворять потребности покупателей в этом плане у маршала картера и дарка есть неоспоримое преимущество в течение сотен лет они были единственными в мире торговцами аномальными предметами у них было более чем достаточно времени чтобы накопить солидный капитал которого хватит чтобы перебить цену даже самым успешным конкурентом некоторые организации такие как фонд сси пи глобальная оккультная коалиция и инициатива горизонт недовольны самим существованием клуба маршал картер и дарк лимитед однако справиться с его экономическим могуществом они не в состоянии любой из троицы владельцев клуба может не моргнув глазом сравнять землей город или обанкротить небольшую страну один их звонок и планета погрузиться в ядерную войну но ко всеобщему облегчению маршал картер и дарк самые благоразумные игроки на поле аномального в конце концов если пелена секретности спадет их побрякушки значительно потеряют в цене а бизнес развалится возможно все вышеописанное может заставить подумать что компания маршала картера и дарка это некая огромная безликая корпорация но на самом деле их рабочий персонал насчитывает всего около сотни человек их операции точны и хорошо отлажены максимальная эффективность достигается минимальной ценой при возникновении необходимости дополнительные людские ресурсы нанимаются в других организациях во главе клуба стоят самые могущественные и загадочные личности о которых ходят самые дикие слухи одни считают их призраками или демонами другие мертвецами которые посылают сообщения с того света безликими монстрами из мира или даже рептилиями оборотнями основу организации маршал картер и dark limited составляют установленные линии снабжения связывающие различные аномальные группировки например клуб закупает товары напрямую у доктора различудова и фабрики после чего перепродает их с огромной наценкой лаборатории прометея с радостью делятся с клубом своими последними разработками а взамен получают редкие аномальные образцы и материалы маршал картер и dark limited часто спонсирует выставки анархического искусства тем самым в достаточной степени контролируя рынок аномальных художественных произведений одновременно с этим клуб часто организуют различные общественные мероприятия для сильных мира сего у него есть связи в европе америке россии китае благодаря чему поиск покупателей никогда не становится проблемой само собой купить что-либо у клуба может любой желающий такие группировки как повстанцы хаоса являются одними из самых ценных его клиентов благотворительный фонд манна и длань змея возможно являются самыми активными противниками клуба манна часто пытается саботировать его операции поскольку считает неприемлемым ограничение на распространение аномальных предметов только среди высшего класса однако из-за ограниченной области своей деятельности и малого количества ресурсов сколь либо серьезные угрозы благотворительный фонд не представляет длайн змея напротив выступает против клуба с открытой враждебностью членов этой группировки не волнует соблюдение секретности и не пугает факт того что маршал картер и дарк лимитед занимается торговли людьми с аномальными способностями также на них невозможно повлиять экономическим путем таким образом длайн змея является единственной серьезной угрозой для операций клуба без всякого сомнения маршал картер и дарк являются одними из главнейших фигур на шахматной доске аномального мира периодически они ставят другим игрокам шаг но мат никогда для них вся планета является разветвленной сетью которую они полностью контролируют и из-за этого понятия победа и поражение полностью теряют смысл ведь зачем перемещать фигуры если можно сдвинуть доску когда есть возможность закончить партию в любой момент существует только одна причина продолжать играть сам процесс игры ахаз ладны лимнист нефт